итак здравствуйте моя семья моя интернет-семья все кто только что ко мне присоединился а сейчас я отвечу на несколько вопросов которые мне задали но на эти вопросы нельзя однозначно ответить я первый раз когда-то уже рассказывала первый вопрос мне был задан может быть года два назад по поводу того что политика тогда вообще была такая агрессия и почему вы не занимаетесь политикой не забуду этот вопрос и вы типа игнорируете то таком смысле то типа вас это коснется вот прошло два года и я вам могу сказать то что я игнорирую меня это не коснулось никак потому что вот то что вы видите сейчас для меня что политика что телевидение я на этот вопрос тоже отвечу это все одно и то же так грязь это вот без без который выливается из телевизора как художник правильно подметил и этот без вот становится вот таким вот здоровым это его питание человек превращается сам в этого бесил и так я не занимаюсь политикой потому что именно политика сгубила христа да давайте вспомним что даже язычник язычник римский прокуратор сказал я умываю руки я не буду убивать я не буду его распинать а что первосвященник сказал первосвященник он вы они выбрали не убийцу вора варналу они выбрали распять христа а отпустить вора вот и до сих пор человечество стоит вот на своем понимать за вами выбор вот я не выбираю политику я не выбираю потому что считаю это чертовщины и нам это было показано в слове божьем кто не читает слово божье мне искренне жаль искренне жаль потому что ну объясню почему это первый вопрос который я ответил это прям уже на личку мне пишет второе на второй вопрос который я отвечаю но этот вопрос там не оскорбительно а так вот мягко нормально вроде почему не нужно смотреть новости и телевизор ведь это что-то новое вы знаете новости и события это две большие разницы вот мне новости не нужны которые несут несет телевидение а события я вижу и так дождь пошел снег пошел погода мне ну если что-то нужно узнать по погоде я посмотрю на на все воле божьи вот я очень избирательно и тщательно сортирую все то что я смотрю что входит в мою голову и советую всем своей семье по крайней мере а интернет семья сама решит тщательно сортировать то что идет перед вашими глазами и заходит ваш мозг через уши сейчас слава богу есть интернет где мы можем выбрать себе выбрать что и как вы знаете великий лжец может манипулировать вашим сознанием и ввести в грех ввести в гнев ввести в болезнь ввести в искушение в нервные стрессы в постоянным нервном напряжении вас держать в озлоблении на кого-то или на что-то я категорически своей семье не советую смотреть телевизор мой сын не смотрит телевизор вообще если вы посмотрите и откроете библию именно в той части где новый завет от матрея главу 6 стих 22 и 23 еще раз я повторю глава 6 стих 22 23 то там написано у кого библия есть прочитать а я вслух прочитаю у кого нет иисус там говорит светильник для тела есть око и так если око твое будет чисто то все тело твое будет светло если же око твое будет худо то все тело твое будет темно что сказал иисус то я стараюсь и выполнять вот для меня приоритет эти слова вот это моя путеводная звезда скажем так светильник для тела есть о кого для меня светильник око и если она чисто то и все тело чисто да вот так посмотрели новости паника да паника знакомая звонит там то 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 особенно новости там трехлетней давности и так далее и помню три года назад своей катя ты видела ты слышала не видела не слышала и слышать не хочу так вот она сейчас уже наполовину седая а я слава богу хотя я говорила не надо не надо не смотри не верь не воспринимание принимай не не нервируй сама себя посмотрели новости паника да чемодан хватаем и бежим там куда-нибудь или наоборот помните чернобыль советском союзе все смотрели новости всего три канала было три программы так мы называли и что и что кто-нибудь сказал что взрыв нет все вышли на парад на 1 мая все пошли и никто не знал что страшная беда что на улицу вообще нельзя выходить что хоть как-то надо укрыться что нужно уехать поэтому вот как было так и есть ложь обман и все такое как избежать вот осквернение ока обмана вот просто нужно определиться что вам нужно если вам нужны нервные болезни нужно вам жизнь страхи в ненависти нужно вам зомбирование смотрите телевизор хочу пока уж не знаю кто автор но хочу показать вот нарисован телевизор и написано я вас этому научу а расплачиваться будете сами такой окровавленный видите телевизор и написано что убийство садизм насилия цинизм равнодушие подлость идет дальше предательство дальше там идет психология раба сбоку там видите курение алкоголь наркотики ну и такое и все подобное ну вот и поэтому я говорю просто определитесь это вам нужно или нет жить в страхе ведь что хочет сделать без сила он хочет всех повернуть страх чем больше душ заберет тем лучше потому что страх он убивает душ почему везде в библии написано не бойся не бойся не бойся бойся только бога вот бога разгневать бойся бойся приступать заповеди бойся 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 бога а больше ничего не бойся а через посредством телевидения посредством влияния на наши головы заставляют бояться да происходит зомбирование вот вы выбираете что нужно если вы этого не хотите тогда перечитывайте книги хорошие книги добрые книги умные книги живите в гармонии с окружающими вас людьми природы дарите любовь растворяйтесь в этом во всем это и есть жизнь в боге у меня столько хобби у меня столько увлечений меня спрашивают когда вы все успеваете потому что я не смотрю телевизор я не смотрю телевизор все что я могу сделать загрузить видео когда никогда просмотреть ваши комментарии но практически каждый день конечно я листаю просматриваю но бывает что дни пропускаю вы меня простите великодушно потому что все таки у меня идет своя жизнь и сейчас я меньше буду читать комментарии потому что я работаю а где буду видеть много комментариев тогда конечно я буду отвечать и продолжать делать интернет семья в эфире вы знаете есть такая фраза мы предполагаем а бог располагает так вот эта фраза из библии многие конечно и и там чему-то или кому-то приписывают на самом деле это из библии фраза есть притча если вы откроете библию посередине то вы увидите там книгу притч притча глава шестнадцатая первая фраза идет человеку принадлежат предположение сердца но от господа ответ языка так что я вам скажу мы предполагаем а господь располагает и никакой телевизор и никакие новости и ничего ничему этому верить не надо не надо второе почему вы пренебрегаете прошлое так мне пишут вы знаете я не ориентируюсь на прошлое скажем так не пренебрегаю это не то вот неправильно поставлен вопрос вас я скажу вам что я не ориентируюсь на прошлое я не живу прошлом так написано в библии нужно жить сегодняшним днем вот так я и живу я еще раз говорю для меня приоритет слова божьи не ориентируйтесь на прошлое вам я вам говорю не нужно этого делать это бессмысленная трата времени и опять-таки нервной системы своей здоровье своего это для меня это неправильно потому что в слове божьем это неправильно неправильно вы знаете очень многие люди бывшего советского союза такие как я до возрасте уже полвека которые прожили и больше имеют ностальгию это я сейчас говорю для своих детей для своей семьи имеют ностальгию по молодости но сейчас я хочу вот к таким как я и тот кто старше сказать не обманывайтесь не обманывайте и людей не обманывайте матфея в библии матфея в новом завете глава 8 стих 22 иисус сказал предоставь мертвым погребать своих мертвецов это значит что все прошлое все те мертвые дела ушли заботы о мертвых которые кончили уже свой путь мертвые уже закончили путь ведь их не вернешь да они предстали пред очами божьими вы не боги вы не боги прекратите их тянуть оттуда сюда прекратите таскаться с их там я не знаю я не знаю что творят люди никак этого ленина не придадут земли не как я вообще не знаю что происходит продолжение следует называется и вроде в бога верят и вроде но не открывают слова божьего у людей у некоторых даже библии нет они рассказывают что они верующие а некоторые вообще смешные вещи говорят например а вам батюшка дал вот мне написали недавно вам да дал батюшка разрешение на чтение библии я там чуть со стула не упала какой батюшка мне разрешение господь бог дал потому что он мне дал слово божье и сказал даю вам слово божье понимаете иначе мы никак не не сможем узнать что хочет господь нам сказать что мы должны делать а что не должны как вы узнаете так вот знаете что в библии говорит предоставь мертвым погребать своих мертвецов это значит что все прошлое ушло ушло дела ушли люди ушли заботы о мертвых отдайте им оставьте в покое мертвых хватит их таскать которые кончили путь свой и предстали уже все они не должны обременять сердца наши они сейчас обременяют такого даже не было в семидесятые года когда помните день победы отпраздновали с с фейерверками это но цветы подарили и все сейчас такое устраивает просто ну смотришь уже даже аж жутко становится уже это даже я не знаю во первых сейчас уже тех действительно бойцов уже нет их просто нет их нет потому что уже моя мама которая была ей 80 лет да которая была дитё войны и ее уже нет а извините в общем мне это честно очень непонятно очень это движение мне мне непонятно мертвые дела уже ушли все нужно помнить чтить и но ни в коем случае не бесноваться бесноваться нельзя ни по какому поводу оставьте в покое людей души их хватит теребить панихиды лучше справляйте ходите молитесь там как-то с богом беседуйте через посредством бога но их не трогайте их не трогайте господь бог в библии запрещает трогать душу усопших я об этом говорила не так давно и читала они не должны обременять сердца наша знаете почему потому что смерть и все что с прошлым связано оно не должно узлом тяжким связывать нас тащить нас в прошлые века пред нами надежда жизни вечной вот что пред нами открывает господь так в библии написано надежда жизни вечной смерть это лишь напоминание нам о том что каждый предстанет на суд божий вот что такое смерть напоминание о том что каждый предстанет на суд божий тело умирает а душа а душа а душа будет жить вечно здесь вы наверное знаете о чем я говорю почему я называю следующий вопрос почему я называю себя и себе подобных инвалидом с ссср да я часто говорю мы инвалиды ссср но это лично мое мнение я никому его не навязываю я говорю своей семье ну и моя интернет семья присоединяется у них может быть другое мнение но моя семья не жила при советском союзе только я и мой муж да а дети должны знать почему их мама стала инвалидом ссср очень тяжело излечиться после этого я вам скажу почему я вам объясню попытаюсь объяснить я уже пыталась говорить но подписчиков у нас появилось много слава богу интернет сестренки у нас появились и люди чудные прекрасные люди потому что пишут пишут мне кто присоединился к нашей семье я вижу я всех приветствую я благодарна богу за каждого из вас и над каждым из вас мы молимся то есть список который в моем ноутбуке я накладываю руки и молюсь за здоровье всех своих подписчиков то есть своей интернет семьи вы знаете я скажу почему я называю часто себя и мне подобных инвалидами ссср вы знаете людям свойственно забывать плохое и помнить только хорошее но так устроенным и это это хорошо это замечательно реальность была такова как в прошлом не живите вот я не живу в прошлом но я пытаюсь излечиться но только посредством бога более солидные люди говорят как хорошо было жили вместе в одной коммунальной квартире все детки вместе во дворе гуляли соседка моя говорила коллективизм такая коллективизация такой рай все вместе такие и я спрашиваю ну а как там воспитание по поводу там воспитание как потому что если женщина не работала она считалась тунеядкой тунеядство наказывалось тунеядка то есть она должна была с утра до шести как штык работать а где ее дитё шарохается после школы непонятно вот потом результат результат на лицо это алкаши наркоманы это 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 переполненные эти отрезвители отрезвители ну как хорошо жили вместе в одной коммунальной квартире когда я поехала первый раз за границу а поехала я еще советский союз не совсем распался скажем так и увидела людей общение их их воскресные вот эти походы в церковь посещения радостные люди их дома меня пригласили меня пригласили меня там родственники и понятно что меня пригласили все к ним вот потом семьи радость улыбка теннисные корты там у них были потом повезли нас на стрельбище там стреляли мы потому что у меня родственник полицейский был там и в общем такое я такое мне показали у меня в голове тогда после нашей действительности советской вот кусочек вам покажу в нашей фотографии да вот они вот они мы вот они а смотрите вот это наша действительность настоящая вот вот такие вот мы были смотрите вот это мы у нас здесь значок с левой стороны стороны вот значок это мы октября то и то есть мы должны к левой возле сердца носить вот эту звезду вот эту звезду внутри звездочки был ленин вот такая железная звезда красная а внутри ленин как бы такой скажем золотой он барабанчик вот это наши лица вот такие дети мы были такие несчастные и вот это вот у нас первые третий класс то есть это первый второй третий класс дети как старики посмотрите посмотрите счастливые дети советского союза посмотрите на эти дети когда я приехала и там увидела радостные лица а вот посмотрите на пионер вожатую вот посмотрите это уже пионеры вот они пионеры я от комсомольцев не вижу она вообще должна по возрасту уже быть не пионеркой а комсомолкой ну ладно уже вот вот вам наша действительность вот она наша действительность настоящая чтобы вы знали какие мы радостные веселые и хорошие вот вот чему нас учили вот это вот люди более солидные вот говорят что это хорошо когда я увидела совсем другую реальность у меня в голове все перевернуло я увидела посещение церкви как все пошли в церковь по воскресеньям все 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 кто там был все я вообще в шоке была что люди даже за церковью не помещаются это они каждое воскресенье ходят у нас до сих пор не ходят каждое воскресенье у меня в голове перевернулось все вот эти вот радостные улыбки вот эти дома семьи ну все совсем по-другому но не как у нас мама дома сидит там следит за детьми папа работает она занимается хозяйством все по-другому что же отсутствовало у нас что было у них думала я потом дошло понаблюдав дошло про у нас нету социальных навыков дошло у меня это сейчас вот последние времена а тогда до меня есть не совсем доходим социальных навыков на тот момент не было отсутствие положительных навыков и присутствие отрицательных понимаете мешающих жить с человеческой жизнью, человеческой жизнью. Я не говорю коллективной жизнью, я говорю человеческой жизнью. Сравним. Значит, вот то, что вы сейчас видите, это как человек из детского дома или как из тюрьмы. Все одинаковые, все вот такие, все вот так. Ты не знаешь, как себя, когда ты приезжаешь в советское время, допустим, за границу, ты не знаешь, как себя вести, улыбаться им. Или не улыбай, они улыбаются, ничего не поймешь. Я что, дура им улыбаться? Чего они улыбаются? Машины какие-то у них не такие, колготки у них у нас, вечно непонятно что на ногах. В общем, из тюрьмы. Вот как будто, знаете, мы из тюрьмы. Деддом или тюрьма? У нас не было навыков. У нас были другие навыки, тюремные. Знаете, как нефть семьи. То, что называли семью, это не семья. Потому что мы холодные, казенные, казенные, мы казенные. Вот посмотрите. Мы умеем драться, ногами. У нас такие навыки. Потому что наши родители на работе до шести, до семи. А мы предоставлены сами себе. Из ложки мы можем сделать лопату. Из лопаты заточку. И даже у нас такая фраза была. Из говна слепить конфету. Понимаете? Потому что ничего не было. Ничего не было, надо что-то было делать. Я, конечно, извиняюсь, но это правда. Навыки. Это у нас навыки такие были. Это навыки, которые знает заключенный. Да? Вот как из лампочки закурить сигарету. Да? Заключенный знает. Вот такие навыки. Как с кипятильником суп сварить. Как зашить драную обувь. Потому что она полностью разодралась. А не купить новую. Как достать курицу синюю. Которую очередь. Тысяча человек за этой курицей. Как на... Ой, это как вспомню. Как зашить... Перешить сто раз юбку. Сделать из этой другую. Как ушить штаны. И сделать... Потому что уже не модные такие штаны. Тысяча лет. И нужно их переделать. И сделать по-другому немножко. Носишь по семь, по пять лет. Одно и то же. Переделываешь. Делаешь из брюк шорты. Бермуды. Потом шорт, на что ты из них вырос. Ну, это я говорю, когда много детей. Это не когда один ребенок. Может быть, кому-то дико, у кого один ребенок. Но у кого много, я вам рассказываю, как оно есть. И не знаешь, откуда берутся деньги. У нас не было навыков. Потому что вот платили. Все знали, что такого-то числа будет зарплата. Все шли и все получали. Такого-то числа будет аванс. Все шли и все получали. Все четко знали, что такое 13-е и так далее, и так далее, и там подобное. Но на самом деле люди шли от звонка до звонка. Но на самом деле люди не знали, откуда берутся деньги. Что такое банк? Что такое система? Вообще мы ничего. Нам не надо было это знать. Мы вот они мы. Вот это мы пионерия. Та-та-та, КПСС. Сначала клятву, что ты, как он называется, октябренок. Потом клятву, что ты пионер. Потом устав клятву, что ты комсомолец. Потом клятву, что ты коммунист. Понимаете? Вот такие у нас навыки. Мы не знали, откуда берутся деньги. Как по-человечески держать нож и вилку. Мы не знали этикета. Вообще все эти вилочки и ложечки, как их раскладывать. Все это мы теперь знаем. А тогда нет. Но моя бабушка мне рассказывала и показывала. Потому что я должна была знать, как создать семью. Понимаете? А не родить государству. Рожали государству, чтобы на благо родины, на благо государства, не на благо семьи, не на благо ячейки своей, вот этой вот. Семья – это ячейка общества. Но ты рожаешь на благо государства. Улица воспитает. Ничего. Мы с утра до ночи пахали, как моя соседка говорит. Ничего. Вот я родила двоих, улицы воспитала. Вы знаете, что один алкоголик, что второй алкоголик сбивается сейчас. Ее нет. Царство небесное ей. И не знаешь, как вытащить этого человека. Несешь ему то-то, то-то, то-то. Он в долгах, как в шелках. Пытаешься помочь ему, а он и не хочет, честно говоря. Вот так. Вот что это такое. Мы, когда после Советского Союза, вернее, не после, во время приезжаешь за границу, ты даже не знаешь, как зайти в общественный транспорт. Надо здороваться с ними или нет. Потому что они улыбаются, как бы здороваются, кланяются тебе. Или надо пихать, толкать, пропихивать соседа. В общем, то, что нормальному человеку дается в нормальной семье, свободно от рождения. Как-то в семье, знаете, все понятно, что соседам надо поздороваться. У нас это понятно было, что соседам, да, а дальше, а дальше мы не знаем. Вот постсоветский инвалид, вот это я и называю, постсоветский инвалид СССР. С набором знаний коллектива и двор воспитали. Вот скажем так. Вышли в мир и до сих пор излечиться не могут многие. Я посредством Слова Божьего, слава Богу, излечилась. И мне жутко от так называемой коллективизации, коллективизации общей камеры, коллективизации детдомовца, коллективизации принудительной тесноты, принудительной тесноты. Что принудительная теснота – это вот эта вот коммунальная квартира. Специально, чтобы не могли там, это очень мудро было построено, чтобы размножаться не могли. А зачем? В общем, уничтожили религиозную общину, борясь с церковью. Но только не путайте здания, храм-церковь с церковью людей. Где знаете, где трое, там и Бог-церковь. Это вот, я имею в виду, вот эту общину, где люди помогали друг другу, вот эту общину, где были с семьей, где складывались, где были какие-то отношения. Вот это уничтожили. Именно вот эти общины их уничтожили, уничтожили. Просто уничтожили. Кого-то сослали, выслали, кого... Ну, в общем, что там говорить? Агафья Лыкова рассказала всё. Но Слово Божьего не знали и не могли знать. Противостояли. Понимаете? А вот сейчас, сейчас мне жалко людей, которые так и не смогли противостоять вот этому разрушающему демону, демону коммунизма. Жаль, что многие так и ушли при Советском Союзе. Много моих друзей ушло. И не успели покаяться в этом страшном заблуждении. И отречься от всех вот этих клятв. Клятва Октябрёнка, пионера, комсомольца, коммуниста. Всем этим бесом, всем этим измом. Понимаете? Атеизмом, коммунизмом и фашизмом и прочим-прочим клятвам. Вот, дорогие мои. Я думаю, что я, наверное, вас уже и так сильно задержала. Вот на такие вопросы, которые повторялись много раз. Потому что люди, видно, то ли не слышали, когда-то я отвечала на них. То ли не услышали меня. Что такое, почему я говорю инвалидцей. Потому что не надо себя тешить и радоваться тому, где надо плакать. Понимаете? Вот и всё. Вот и всё. Будьте благословенны вы и ваши детки. Будьте с Богом. С Богом всё возможно. Всё возможно. Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего, Иисуса Христа. И, дорогие мои, вот, понимаете, вот эти слова, вот эти слова Бог определил нас не на гнев. Не гневайтесь, не пишите гневные сообщения, не нужно. Учитесь вот у моих интернет-сестрёнок, они благословляют, они дарят добро, добро к ним возвращается. Теперь, девочки, за всех тех, кто просит помолиться там о дочери, которая как бы вроде и верит, и не верит в Бога, там такое вот мне пишут, вы молитесь. Молитвами матери можно спасти всех. О сыне. Я молюсь о сыне вашем. Там ещё о сыне меня просили помолиться. Я молюсь о матери у одной девушки, мама в тяжёлом положении, в коме, в коме. Я за неё тоже молюсь за всех. И, девочки, когда вы видите такие просьбы, молитесь, молитесь. Господь Бог слышит ваши молитвы за всех. Вы не думайте, что если вы за свою семью молитесь, а за кого-то не помолитесь, то или вам как бы не останется места, останется у Бога на всех есть место. А самое главное, что чем больше, за большее число людей вы молитесь, чем больше вы благословений даёте, тем, поверьте мне, благодать идёт на небо такая, что Господь Бог так радуется за таких своих детей, и, как вы думаете, обязательно по головке погладит. «Будьте верим в любви и оденьте шлем надежды спасения». Как мне нравится эта фраза. Я сейчас вам её выделю, чтобы вы знали, что мы же, будучи сынами дня, а мы теперь сыны и дочери дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Я специально при вас хотела это выделить, что мы же, будучи сынами дня, мы дети дня, понимаете, мы должны трезвиться, снимите с себя уже эту пелену и облегшись в броню веры и любви, вот наша броня, и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения. Я поэтому это провозглашаю через Господа Иисуса Христа. Я это провозглашаю всем. Будьте благословенны, трезвитесь, дочери и сыны дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok